Первое решение, о котором мы поговорим, основано на динамическом программировании сверху вниз. То есть задача нахождения редакционного расстояния между строками сводится к задаче нахождения редакционного расстояния между строками длины поменьше. Чтобы реализовать эту идею, воспользуемся уже знакомым нам декоратором LRU Cache из модуля стандартной библиотеки Functools. Импортируем декоратор LRU Cache. И напишем функцию editDistance. Для этого нам потребуется локальная функция d от двух аргументов i и j. Это длины двух строк, для которых мы считаем редакционное расстояние. Таким образом, ответом для функции editDistance будет значение d от длины строки s1 и строки s2. При этом вычисление функции id мы будем мимоизировать с помощью декоратора LRU Cache неограниченного размера. Как устроена функция d? Для начала разберем случай пустых строк. То есть либо i равняется 0, либо j равняется 0. Тогда редакционное расстояние равняется длине непустой строки. Компактно это можно выразить с помощью максимума от i, j. Таким образом, если i равняется 0, мы вернем j. Если j равняется 0, мы вернем i. Ну а если обе строки пусты, мы вернем 0, потому что редакционное расстояние в этом случае равняется 0. Если же обе строки не пусты, нам нужно рассмотреть три альтернативы и вернуть минимальное редакционное расстояние. Первая альтернатива это вставка. За нее мы штрафуем единицей. Вторая альтернатива удаления. За нее тоже штрафуем единицей. Ну а третья альтернатива. Мы ничего не удаляем и ничего не вставляем. А просто добавляем к выравниванию строк длины i-1 и j-1 единичку, если следующие символы не равны. Здесь нужно сделать два замечания. Первое замечание. Скобки обязательны, потому что так устроены приоритеты операторов в языке Python. Второе замечание. Зачем вычитать единичку из i и j? Вычитать единичку нужно потому, что i и j у нас это длинный строк. Таким образом они изменяются в интервале от 0 до длины строки s1 и строки s2 соответственно. Чтобы из длины получить индекс, нужно вычесть единичку. Проверим написанную нами реализацию функции editDistance с помощью функции test. Мы видим, что все проверки прошли, но это заняло какое-то время. Интересно, что получится, если мы попробуем увеличить длину случайной строки функции test. Сейчас у нас максимальная длина это 64. Ну, давайте напишем, например, 1000. Мы видим ошибку, причем ошибка это не в нашем коде, а где-то внутри стандартной библиотеки языка Python. Ошибка говорит нам о том, что превышена максимальная глубина рекурсии. Такое сообщение об ошибке не является для нас чем-то новым. Мы уже видели его, когда обсуждали одну из реализаций алгоритма для вычисления этого числа Fibonacci. Напомню, что происходит. Происходит вот что. Максимальное количество рекурсивных вызовов, которые может сделать функцию в языке Python, жестко ограничено. Некоторой константой. Как только функция превышает это ограничение, мы видим ошибку runtime error, которая только что была перед нами на экране. Что делать в данном случае? Ну, просто решим проблему в лоб. Возьмем и изменим значение константы на больше. Функции для работы с ограничением на глубину рекурсии находятся в модуле sys. Посмотрим, какое ограничение установлено по умолчанию. То есть, как только вы запускаете интерпретатор, можно сделать не более чем 1000 рекурсивных вызовов. Давайте увеличим это ограничение, например, до 10 000. И посмотрим, что получится. Импортируем модуль sys. И сразу перед вызовом test вызовем функцию setRecursionLimit с значением 10000. Сообщения о превышении глубины рекурсии больше нет, но мы видим, что наши тесты теперь работают в вечность. Происходит так, потому что вот в этой строчке мы вычисляем редакционное расстояние между s и s. То есть, в худшем случае, это 10 шестой операций. Ждать мы, как всегда, не будем. А вместо этого давайте лучше напишем нерекурсивную версию функции redDistance.